Добро пожаловать на библейские занятия Меч Духа. Их автором и преподавателем является старший пастор церкви Кентингтон Темпл и руководитель Лондон-Сити-Чордж Коллин Дай. Меч Духа – это серия динамичных обучающих программ, предназначенных снарядить сегодняшнее поколение христиан, подготовке последующих учеников. Мы молимся, чтобы эти программы вдохновили вас и стали для вас своего рода катализатором для углубления познания Бога, личных взаимоотношений с Господом Иисусом Христом и близости со Святым Духом. Здравствуйте! Добро пожаловать на библейские занятия Меч Духа. Это школа служения в Слове и в Духе. Наша тема – спасение по благодати. И есть такое заявление, которое я несколько раз озвучивал во время наших занятий. Что я говорил? Что мы спасаемся только благодатью, только по вере, только во Христе. Потому что все это сосредоточено на чем? На даре Божьей благодати. В этой программе я чуть поподробнее поговорю с вами о вере. Потому что вы знаете, что вера – это наш ответ на Божью благодать. Это единственный ответ, который мы можем Ему дать. А что такое вера? Вера – это наши пустые руки, которые простираются к Богу и принимают Его дар. Вера – это не наша работа или усилие. Это просто поверить. Это просто принять. И я верю, что самое великое послание, которое мы можем проповедовать, учить, услышать или принять – это послание о чистой благодати. Мы спасены чистой благодатью. Это абсолютно никакого отношения не имеет ни к чему, что мы когда-либо делали, или к чему-то, что мы делаем, или когда-либо будем делать. Потому что Иисус Христос все это уже сделал для нас. Он заплатил цену за грех. Он прожил святой жизнью для нас, за нас. На кресте Он взял наш грех. И вместо нас, вместо нашего греха, Он подарил нам свой дар праведности. Итак, единственное условие для того, чтобы мы были спасены – это принять этот бесплатный подарок, дар благодати, и сказать «Спасибо, Иисус, я принимаю». И некоторые люди говорят о вере, как будто это что-то такое сложное, что нужно убедить человека интеллектуально, морально, философски, а что насчет наших религиозных усилий – нет, нет, это вообще не связано с этим. Мы просто отвечаем «Да» на этот бесплатный дар Иисуса Христа. Здравствуйте, добро пожаловать на наше последнее занятие. Целой серии учения, серии «Меч Духа» – «Спасение по благодати». Я говорил на различных занятиях, я старался, насколько это возможно, обучить вас тому, чтобы вы знали, что спасение приходит через благодать и силу Божию. И вот в этой рабочей тетради я особенно поставил акцент на этой теме. Но мы всегда должны помнить о том, что Библия учит нас о вере как? Так что это что-то большее, чем просто академическое изучение или академическое упражнение. Мы должны помнить, что библейское спасение всегда находится в контексте личных взаимоотношений, потому что Бог, Он утвердил эти взаимоотношения между нами и собой, и это спасение. Мы переживаем его в отношениях с другими людьми в теле Христа. Итак, спасение – это всегда имеет личный аспект. Личных отношений, а не чисто теоретическое. Поэтому я хочу подчеркнуть, что послание Нового Завета, оно зависит от того, что сделал Бог и что Он делал в Ветхом Завете. Итак, Новый Завет дополняет и завершает учение, начатое в Ветхом Завете. Новый Завет принимает учение Ветхого Завета, углубляет его, и мы видим это, когда мы рассматриваем библейское учение о спасении. Итак, например, Ветхий Завет говорит, убежденно о том, что только Бог спасает, а не человек. И это также повторяется и звучит в Новом Завете, сам Иисус говорит об этом, когда Он приносит и спасение, и Божье Царство. В нашу жизнь в Ветхом Завете спасение принималось просто доверяя Богу. И Иисус учит нас, что Божье Царство и Его спасение также приходят в нашу жизнь через простое доверие. Но и в том и в том случае это Бог, который спасает. Не теоретически, не как-то абстрактно, но очень практично в реальности того, что мы переживаем. Ветхий Завет дает нам запись о многих взаимоотношениях и об актах спасения, например, исход народа Божьего из Египта. Но всегда это включает в себя избавление от врага, великие усилия, которые прилагает Бог, а также вот это чувство триумфа и победы, когда люди спасаются. И есть также оправдание их ожиданий и упование на Бога. И точно так же мы видим в служении Иисуса. Там также Бог показал, что Его победа над врагами осуществилась, но в этот раз враги были духовными, а не физическими. Итак, когда мы объединяем и Ветхий Завет, и Новый Завет, учения, которые мы видим там и там, мы видим, что служение Иисуса интегрирует и включает в себя Божье спасительное служение, которое было в прошлом, с тем, что Он делает сейчас в служении Нового Завета для нас. Это также учение о том, что пришествие Иисуса принесло все ожидания и надежды Ветхого Завета, и обещания о спасении перенесло это в наш опыт и переживания в настоящее время. Говорит нам о том, что Мессия Христос, помазанник, пришел исполнить Божьи цели, Божье предназначение. Также это показывает нам, что Бог спасает и искупляет свой народ, и провозглашает, что Сын Давидов победил своих врагов, и теперь Он там, на высоте, и Он правит и царствует. Вот такой подход продолжает развивать понимание, комплексное понимание спасения в Ветхом Завете. То есть мы оглядываемся назад, что делал Бог для своего народа. В прошлом, например, Пасха, когда Он вывел их из рабства, Он принес их в новую жизнь, в обетованной земле. Мы смотрим вокруг, что делал Бог в их дни, когда люди жаждали большего переживания спасения в настоящее время. Для Израиля спасение всегда включало в себя ежедневные какие-то столкновения с врагами, их странствование по земле. И также мы смотрим вперед на тот день, когда Мессия придет и спасет их окончательно и навсегда, и сделает все правильным и новым. И вы знаете, это прошлое, настоящее будущее, вот такой подход к нашим личным отношениям спасения, это развивается дальше, как тема Нового Завета, и мы должны более глубоко посмотреть с вами сегодня. Итак, спасение в прошлом. Мы правильно делаем, что мы оглядываемся на спасение, как на что-то, что было совершено однажды и навсегда. Это прошлое и старинское событие. Мы знаем, что это только Бог, который освободил уже нас из этой хватки смерти и освободил нас от власти сатаны через жертвенную и заместительную смерть Иисуса Христа на Христе, через пролитую им кровь. Мы никогда не смогли бы себя освободить от тех, кто пленил нас или заплатил цену за свою вину. Мы знаем, что только Бог один и Сам победил и исцелил наше отчуждение от Него, потому что мы были разделены с Ним из-за нашего греха. Он был отчужден от нас или отделен из-за Его гнева на нас, и мы не могли бы эту пропасть никак убрать. Но через Иисуса Христа, через Его смерть, грех наш был уничтожен, Божий гнев был успокоен, мы можем смотреть на Него без страха. А Он может смотреть на нас с удовольствием и радостью. Наш грех был прощен, и Бог был умилостивлен. Его гнев был отвращен чем? Кровью Иисуса Христа. Мы знаем, что это только Бог, который оправдал нас и провозгласил, что мы невиновны. Мы несли ответственность за свои грехи. Мы должны были, нас нужно было обвинять действительно за наш бунт, и мы были виновны в глаза Богу. Но через заместительную, исповедательную, вот эту умилостивляющую смерть Иисуса, это разные слова, которые мы использовали при наших учениях, это смерть Иисуса. Она поглотила, приняла весь суд от Бога, и Он вменил нам свою праведность. И вот через это Бог провозгласил, что мы вечно свободны от всякой вины, и теперь мы можем жить в Его присутствии. Мы также знаем, что только Бог дал нам этот дар новой жизни, потому что мы были духовно слепыми, мы были духовно безжизненными, и не было ничего, что мы могли бы сделать, чтобы открыть свои глаза или как-то воскресить себя к жизни, вернуть себя к жизни. Наша ситуация была безнадежной, но Сын был вознесен, Сын Божий, на высоту. Он мучился в муках рождения, чтобы родить новое творение. Он умер, как пшеничное зерно, для того, чтобы воспроизвести Свою жизнь в нас. Он вдохнул Своё дыхание в нас. Мы были рождены свыше, и мы рождены от Духа Святого. Все эти вещи в прошлом завершены, совершены. Это то, что сделал только Бог и Сам Бог. Это практические, конкретные исторические события, настолько же реальные, как Ковчег Ноя и Исход из Египта и все остальные великие деяния этого спасения на личных отношениях, которые построены и преобразили жизни людей в прошлом. Бог действовал победоносно в Своей благодати в отношении к греху, к суду, к смерти и к дьяволу. Бог, Он был умилостивлен. А мы были прощены, мы были оправданы, мы были искуплены, мы были примирены, мы были рождены свыше, в эту новую жизнь, и мы также были спасены. И неудивительно, что Иисус провозглашает с триумфом на кресте. Совершилось. Это спасение. В прошлом ты никогда не сможешь быть более спасенным, чем сегодня, когда ты веришь в Иисуса Христа. Это в прошлом. Это завершено. Совершено. Исполнилось. Аллилуйя. Больше вопросов на эту тему нету. Итак, спасение в настоящем. Наше понимание спасения не должно только опираться на спасение, которое было в прошлом. Божье спасение, оно также является настоящим или текущим процессом. И если посмотреть на спасение, которое основано на личных отношениях, конечно, включает наше отношение личное с Иисусом в настоящее время, как и то, что мы опираемся на то, что Он сделал в прошлом для нас. Он спасает нас полностью и абсолютно в настоящем, точно так же, как Он спасал нас в прошлом. Или в прошлых аспектах нашего спасения. Эти аспекты нужно принимать и держать рядом с нашими текущими аспектами спасения. И вот это переживание спасения в настоящем времени называется освящением. Это значит, что мы отделены. Опять же, эта концепция очень глубоко укореняется в Ветхом Завете. Когда Бог отделил для Себя субботу, Он отделил храм, и есть все церемониальные предметы утвари, которые находились в Скинии, в храме, сами священники, левиты, даже народ считался святым для Господа, то есть отделенным для Господа. И никто не мог быть по-человеческому отделен таким образом. Только у Бога было право отделить себе людей, целый народ. И все, что Он отделял, называлось и считалось святым. Не потому, что оно обязательно было чем-то хорошим или особенным само в себе, только потому, что Бог отделил это для Себя, для Своих конкретных целей и предназначений. Точно так же Новый Завет рассматривает верующих как отделенных, или святых, или, как переводится это слово, освященных. Не в качестве награды за то, что они хорошо себя вели, но потому, что Бог их отделил, чтобы они служили только Ему и служили только Его предназначению. Верующие призваны или названы Божьим храмом, священниками Божьими в Новом Завете. И наши жизни должны быть, как эти полезные предметы, утвари в храме Ветхом Завете, и быть святой субботой для Господа, и мы также члены этого Нового Народа. Но если мы были отделены и освящены для Бога, мы также должны продолжать, и в этом процессе освящения, самим Богом. Это различие есть в этом. Я думаю, что вы чувствуете, слушай меня, итак, у освящения есть два аспекта. Есть объективный аспект позиции и субъективный аспект наших переживаний. С одной стороны, поймите, мы полностью освящены, мы отделены для Бога, крови Иисуса Христа. Но с другой стороны, нам также необходимо освящаться в своей ежедневной жизни. Ты был отделен для Господа, и потому что ты отделен или освящен, считаешься святым, Коринфянам Павел пишет тем, кто является призванными святыми. То есть вы Божий святой народ, вы освящены, вы отделены кровью Иисуса Христа, вы отделены этим выбором, вашей жизни Иисусом Христом, вы Ему принадлежите, поэтому вы освящены. Но потому что вы освящены, вы должны жить этой жизнью, которая является святой. Здесь есть два аспекта. Объективный аспект – это ваша позиция. Во Христе вы уже освящены. А также есть практический аспект, то есть это то, в чем ты живешь, настоящей святой жизнью. Эти два аспекта очень полезны. Когда ты читаешь Писание, важно, чтобы ты различал, о каком аспекте здесь, когда, говорит Писание, потому что иначе это будет смущение. Важно, чтобы в голове была ясность и понимание. Итак, мы освящены Богом, отделены. Мы облеклись в нового человека, мы облеклись во Христа, но мы должны также продолжать облекаться в этого нового человека, облекаться в Христа постоянно. Да, мы распяли свою старую природу, но мы должны продолжать и постоянно распинать ее каждый день, эту ветхую природу. Вот это наше переживание, аспект освящения в настоящем времени. В истории христианской церкви евангельские христиане, по крайней мере, думали об этом тремя способами. Это три разных взгляда. На этот процесс важно для вас посмотреть. Каждый из этих взглядов говорит нам что-то особенное об этой доктрине освящения. Во-первых, смотрим на то, что мы называем «мысли святости веслианов». Это Джон Весли ввел это понятие. Обычно они объясняли освящение вот следующим образом. Это божественная любовь, которая изгоняет грех. Вот Божья любовь, которая настолько чистая и настолько она доминирует в нашей жизни, в наших сердцах, что она также в это же время изгоняет всякое неправильное отношение или дела, контролирует все наши мысли, слова и дела. Веслиани, последователи Джона Весли, у них такой аргумент, да, то есть они считают, что после рождения свыше, после возрождения, нужно войти во второе переживание освящения, второй этап. И веслиани, их школа мыслей такова. Я слышал их, они вставали, свидетельствовали и говорили, «Так, здравствуйте, меня зовут так-то и так-то. Я был спасен такого-то, такого-то числа. Я был крещен такого-то, такого-то числа. И я был освящен такого-то, такого-то числа». То есть о чем они тут говорят? То, что человек вошел в переживание своего освящения, когда многие из них также считают, что они вошли в тот день в христианское совершенство и в полное освящение. Сила греха теперь разбита в их жизни. И теперь они больше не грешат, но живут жизнью. Но они называют это жизнью в совершенстве. И Джон Весли охарактеризовал это и назвал это совершенство любви. Он не имел в виду абсолютного, безгрешного совершенства, как некоторые потом начали развивать и углублять. Нет, он имел в виду, что ты настолько полон Иисуса, что уже не остается места ни для чего другого. И есть что-то в этом, что меня привлекает, но нам также нужно это сбалансировать и с другими частями и аспектами Писания. Реформисты, верующие, которые принадлежали к реформистской, гальвинистской традиции, обычно объясняли освящение вот так. Они брали идею Павла о внутренней борьбе, где он пишет об этом. Это Римлянам 7 глава. Например, он говорит в 19 стихе, «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Или в Галатам 5 главе, где он говорит о делах плоти, и он говорит о плоде духа. Вот эта идея, когда две природы внутри друг с другом постоянно сражаются, конфликтуют, и плоть противится духу, а дух плоти, что противоречит Божьему закону, эта борьба продолжается до смерти. Потому что сейчас, пока еще мы не живем в динамике царства, поэтому так оно и происходит. То есть, что это значит? До дня нашей смерти нам придется продолжать свою борьбу с грехом и никогда не попадем в такое место, где мы полностью будем от него свободны. Как и некоторые последователи Джона Весли, также придерживались такой мысли. Но они учатся тому, что есть постоянная прогрессивная замена старой природы, новой природой через покаяние, веру и послушание. То есть, это прогрессирующий процесс. Итак, в Веслиане освещение для них является переживанием кризисной встречи с Богом, где ты так сильно переживаешь это, он наполняет тебя своим духом, и после этой встречи с Богом ты больше не грешишь. Потому что твоя жизнь полностью тогда контролируется Иисусом, и ты полностью капитулировал для Духа Святого. Мы держим это как цель для себя, но я еще не встречал ни одного человека, кто бы полностью попадал бы в такую категорию. Ну, то есть, не вполне. Я встречал чудесных святых людей, но это мне напоминает, знаете, историю о Чарльзе Спешино. Его познакомили с одним человеком, который был служителем, это было на конференции для служителей, они жили вместе в одном отеле, и тогда его представили к нему так, что вот, безгрешный, совершенный человек. И Сперджин спросил, это правда, брат? Да, правда, он сказал. Сперджин и стал спорить с ним. Диологически он просто встал пораньше утром и вылил холодное молоко, целый кувшин на голову этого проповедника. И Сперджин дальше пишет, что после этого он уже не был безгрешным, как прежде. Итак, я думаю, что мы можем, конечно, подсмеиваться над людьми, которые считают себя, что они вошли в христианское совершенство. Давайте мы не будем смеяться над их желанием, потому что у нас должно быть такое же желание, чтобы мы двигались к этой безгрешной жизни, старались ее достичь, а верим, мы должны жить настолько близко к этому, насколько Бог даст нам эту способность. Я также верю, что ты и я, мы сегодня настолько святы, насколько мы выберем быть святыми, и мы можем быть святыми, насколько мы решим быть святыми. Библия говорит в первом Иоанна 2-1, дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. Бог хочет, чтобы мы поднялись выше власти греха и жили жизнью, которая угодна ему. Реформисты не говорят об освящении, что это такое кризисное переживание, встреча с Богом. Они больше об этом говорят, что это прогрессирующее, постепенное, то есть это процесс освящения, и в этом тоже, естественно, постепенно в процессе мы становимся более похожими на Иисуса. И слава и слава у меня, и я просто благодарю Бога, что есть еще один уровень славы, в который мы будем дальше меняться. Теперь пятидесятники. А они куда вписываются? Они учат, что все христиане должны искать и получать духовное крещение, как Бог обещал в книге Деяне. Вы будете крещены Духом Святым, что действительно происходит после того, как мы рождаемся свыше. Но этим, что мы имеем в виду обычно, то, что Дух Святой приходит для того, чтобы поселиться в нас, в нашей жизни, в тот момент, когда мы рождаемся свыше. Но после этого существует еще особенное переживание, когда Дух Святой высвобождается в нашей жизни, и это переживание называется крещение Духом Святым. И у меня в рабочей тетради, в теме знакомства с Духом Святым, и также в теме служения в Духе Святом, я более подробно говорю об этих вопросах, поэтому сейчас я не буду на них останавливаться. Но нам нужно это увидеть. Пятидесятники учат такому, что вот это помазание Духа Святого дано нам Богом, чтобы дать нам силу, способность, право сглашать христианское Евангелие, а также это означает, что это дает нам свежие силы, чтобы жить для Иисуса Христа. Но мы должны быть очень осторожными. Пятидесятники — наши дни. И я говорил об этом, что мы не учим тому, что крещение Духом Святым — это то же самое, что освящение. Мы говорим так, что крещение Духом Святым — это Божий дар, Его сила для того, чтобы мы могли жить жизнью, как свидетель для Иисуса. Но кроме этого, мы также получаем что-то, что дает нам способность жить для Него более полно и более свято. И это отличает их от последователей Джона Весли, то, что ранние пятидесятники, они были под воздействием движения святости. Наши дни, однако, пятидесятники не верят, что это помазание автоматически создает безгрешное совершенство. Но, однако, помазание дает нам божественную силу, которая дает нам более глубокое переживание Божьей святости. И это возможно. Если крещение Духом Святым действительно приходит от Духа Святого, тогда, конечно, мы ожидаем, что оно приведет тебя ближе и ближе к Иисусу, чтобы твоя жизнь становилась больше и больше похожей на Него. Но, в отличие от других верующих, пятидесятники не верят в то, что Бог ожидает от них, чтобы они сражались и боролись с плотью своими силами. Вместо этого мы настаиваем на том, что Бог Духом Своим дает нам способность верой и дает помазание Духа Святого, чтобы мы побеждали атаки плоти и дьяволы, и чтобы мы жили в Божьей святости. И теперь, все эти текущие наши переживания, спасения, они освещаются с разных сторон в рабочих тетрадях, которые я подготовил для вас. Справление Бога, слава Божия в Церкви, живая вера, знакомство с Духом Святым, поэтому не буду сейчас много времени этим вопросам уделять. И мы говорим сейчас о спасении в будущем. Следующий наш шаг, мы часто подчеркиваем это, как на наших занятиях, я говорил, что Царство Божие, оно и сейчас, и пока еще не наступило снова, но снова я подчеркну, что Христос присутствует в мире сейчас Духом Святым, но также, что Христос все еще должен прийти. И смерть и дьявол были уничтожены, но все-таки они еще не полностью были уничтожены. Скорее, они были побеждены, но не полностью еще уничтожены. Спасение, оно было принято, но спасение, оно еще пока не принято в полной мере. Но мы как верующие, поэтому нам нужно научиться не просто смотреть назад и оглядываться на крест, хвалить Бога, благодарить Его за то, что Он сделал. И также нам не стоит смотреть на Него только в настоящем, то есть что делает сейчас Дух Святой в нашей жизни, чтобы мы становились более похожими на Иисуса, и чтобы мы разделялись с Ним Его служение. Нам также нужно смотреть вперед. Будущее, в этот последний день спасения, когда Иисус вернется, когда смерть и дьявол будут, ну, наконец-то, уничтожены, и каждое колено склонится перед Господом Господствующих и Царем Царствующим, и Бог тогда утвердит новые небеса и новую землю. И знаете, неудивительно, вот этот аспект личных отношений спасения, он также очень четко звучит в Ветхом Завете. Пророки смотрели вперед в тот день, когда Бог, который посещал Свой народ, наконец-то, посетит их, чтобы осудить нечестивых, искупить праведных и очистить землю от зла. Это называется в Ветхом Завете День Господень, или Тот День. А Новый Завет тоже рассматривает первое пришествие Христа в этот мир как исполнение вот этой надежды Ветхого Завета. Но также Новый Завет учит нас, что второе пришествие Христа будет окончательным шагом к этой надежде. Если Ветхий Завет предвкушает и ожидает, оно произойдет за один день, однажды. И Новый Завет открывает нам, что это совершается за два раза, то есть два дня. Сейчас я объясню, чтобы вы поняли. Писатели, авторы Ветхого Завета не различали часто вот эти два события, пришествие Мессии, чтобы принести спасение, и пришествие Мессии в Судный День. Тень Господень там часто в Ветхом Завете рассматривалась как один великий день. А в Новом Завете Бог говорит нам, что этот день на самом деле состоит из двух частей. Вначале приходит Иисус Христос для того, чтобы спасти, чтобы стать этой жертвой. А потом Он возвращается, это Его Второе Пришествие, как Царя. Новый Завет все еще, конечно, смотрит в будущее. Это будет великий последний день спасения. Вы должны понимать, что мы, завершая наши занятия, я надеюсь, к вам пришла кое-какая ясность, что спасение – это эсхатологическая концерт. Все, что я имею в виду, говоря об эсхатологии, это значит, этот термин относится к последним дням, когда Бог пошлет Христа в тот день. И это будет день спасения. Это будет день Господень. Это будет день суда. Судный день для погибающих, день спасения для нас. В Новом Завете он описывается, как день Господень, и я даю вам местописание для этого. День Господа Иисуса Христа. День нашего Господа Иисуса Христа. День Иисуса Христа. День Христов. И даже день Божий он называется, или тот день. Часто в учении Иисуса он говорит об этом, или последний день, или второе пришествие. Новый Завет использует несколько важных греческих слов для того, чтобы описать и представить нам этот будущий день спасения. Первое слово – перуссия. Перуссия. Это слово на греческом означает «присутствие» или «прибытие». Оно используется для того, чтобы описать визит правителя. Когда правитель приезжал, тогда это был приезд, или перуссия этого правителя, с его личным присутствием. Вот тот самый Иисус, который поднялся на небеса, он опять посетит землю лично своим присутствием в конце века. Он сейчас отсутствует, но он придет, он вернется своим присутствием лично. Он придет. Он передает пока свое присутствие церкви через Духа Святого. Так что Дух Святой несет его присутствие нам. Поэтому вот можно в этом смысле сказать, что духовно он присутствует. Но сам Иисус, он сидит, он посажен по праву рука отца, и он не оставит это место, пока не вернется на эту землю. Это будет его личный, видимый, физический визит и присутствие в конце века. Он придет в силе, в славе, он придет, чтобы уничтожить антихриста, зло, он придет, чтобы поднять, воскресить праведных, мертвых, он придет, чтобы собрать искупленных, избранных с четырех концов света. И я могу показать вам целую цепочку мест Писания, которые учат о втором пришествии Иисуса. Таким образом, это перечислено в ваших пособиях. Он приходит со своим перуссия, это его явление Иисуса Христа, присутствие, пришествие Иисуса Христа. Но его возвращение также будет апокалупсис, то есть это открытие, когда снимается завеса и что-то открывается. Апокалупсис означает отодвинуть занавес, открыть. Это будет пришествие в силе и славе, которое уже является славой и силой Иисуса, то есть это ему принадлежит, ведь он превознесен, вот эта сила и вот эта слава будут полностью открыты. Мы видим это во многих местах Писания. Давайте я прочитаю Филиппийцам 2 главу 9 стих, потому что это очень ключевой стих, это место Писания, которое учит нас о том, что будет происходить в тот день. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедил, что он Господь, Господь Иисус Христос, слава Бога Отца. Да, это будет очень сильное время, открытие, явление Его славы будет явлено, мы увидим Его таким, каким Он является. Спасение по благодати, вот о чем мы с вами говорили. И я точно был благословен, когда я преподавал, я давал вам это учение сегодня, и я молюсь, чтобы Бог продолжал благословлять вас, когда вы будете продолжать возрастать в познании Его благодати. Мы с вами увидимся в следующий раз. Да благословит вас Господь!